библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава книги Иисуса Новина одна из самых скучных в этой книге читаю в переводе российского библейского общества для библейского портала экзегет а и так ханаан завоеван земля в которой жить будут дозрельтяне уже им принадлежит что дальше дальше нам поделить иисус был уже глубоким стариком господь сказал им это уже совсем старо земель которыми надо владеть еще очень много это все филистимские области и вся страна гешурцев но здесь это территории которые на краях ханаана и которые еще не завоеваны да все земли от шахора что египетской границы до северной границы и крона считаются частью ханаана там 5 филистимских нежит газа аждот ашкелон гата и крон такое как бы примечание хотя филистимы не появились там позже но уже заранее упомянутая территория это земля веев на юге это все ханаанские земли от ары что принадлежат седонинам до афек и амарийских пределов это область библа на востоке весь ливан от баалгада что у подножия хермона до лево хамата я отберу всю землю у тех кто живет в этих горах от ливана до месрефот майем а у всех седонин а дам ее сынам израилем то есть такая довольно широкая программа дальнейших завоеваний которая до конца так и не было выполнено он сектор газа между прочим до сих пор израильтян никак не могут контролировать хотя пытаются раздели землю по жребию между израильтянами как я тебя повелел раздели всю страну между девятью племенами и половиной племени моносии почему девятью с половиной потому что собственно два с половиной племени гад рувим и моносия часть моносии остались за иорданом на восточной территории а это все к западу от иордана а половине племени моносия вместе с тем племенам рувима и гада уже были даны на дело моисей дал им землю к востоку от иордана ну вот как раз про это моисей раб господа дал им земли начиная от аруэра что над арнонской долины и селения что в арнонской долине а также все плоскогорье от медовы до дивона и все города правившего хижбоне амарийского царя сихона вплоть до стороны аммонитян а также галаат и страну гишурцев и махийцев всю гору хермона весь башан флот до салхи все земли ого царя башанского что правило в штороте и дрей он был из последних рифаимов рифаимы это какие-то такие немножко легендарные великаны был их времен ноисей победил этих царей завладел их землями но израильтяне не завладели землей гишурцев и махийцев те живут среди сынов израилевых и по сей день вот такие маленькие вставки то есть какие-то остатки коренного населения остались а племени ливии моисей не дал никакого надела их доля так сказала моисей это приношение господа богу израиля племя ливии это соответственно левитые священники поэтому у них нет земли они питаются частью жертвоприношений но как раз книгах левитов таразакония подробно расписано ну и землю по хотим особо не нужно хотя какие-то ливитские города у них есть да то есть какие-то небольшие такие участки существуют моисей дал земли племени рувима всем его родам это земли начиная от эруэра что над арнонской долины и селения что в арнонской долине а также все плоскогорье вплоть до медовы хишбон и все селения что рядом с ним на плоскогорье дивон бомот бал бет бал мы он яхатский дымот мефат кириатаем севма царет шаха что на холме посреди долины бет пеор склоны долины фазгая бета и щемот все селения плоскогорье все царство сихона амарийского царя который правил хишбоне моисей победил его самого и подвластных ему медианских вождей вире кем от суру хуры и рэв живших в этой стране вместе с прочими израильтяне убили пролицателя валаама сына беора во второзаконе очень даже активно действовал его были у него были задание проклятье израильтян правда он не справился граница владения племени рувима и ордан это селение хутора вошедшие в надел родов рувима почему так подробно а потому что земельные наделы и дальше пойдет про все остальные племена или колена а это некоторая постоянная принадлежность каждого рода да то есть вот не просто земля знаете как там конкистадоры приплыли завоевали америку и поделили между собой кому что пришлось по душе и кто что сумел хапнуть нет господь наделяет их определенными территориями участками эти участки остаются за каждым а племенем навсегда и вот здесь это перечисляется чтобы четко было понятно кто где мы сидал земли племени гада всеми в родам это язер все селения глады и половина страны аммонитян до ароэра что близ ровы земли от хижбона дурамат митспея до бетонима от маханаема до области лоды вара и в долине бет-харам бет-нимра суккот и цафон то есть вся оставшаяся часть царства сихона царя хижбонского за иордане вплоть до озера кеннерт это селение хутора вошедшие в надел родов гада проблемы гады но это вот еще все то что к востоку и и соответственно осталось еще половина племени манасии моисей дал земли половине племени манасии родам половина племени манасии это землю начиная от махана им а весь башан все царство гоцаря башанского все я и ровы деревне в башане 60 селений половина галаады также ашторота и древе и башанские города в которых правил лог все это было отдано потомкам махира сына моносии половине родов манэ Такой раздел земли совершил Моисей на Моавской равнине к востоку от Иордана, Иерихонской реки. А племени Ливии он не дал никакого надела их доли, так сказала Моисей, это Господь, Бог Израиля. Ну вот еще раз уточнение, что племя священников, племя Ливия не имеет земли и занимается неземледелием. А что к западу от Ханаана, это будут следующие главы.